Жалуются на то, что рядом с их селами организована свалка от переработки отходов подсолнечника. Эти отходы горят, тлеют, и дым потом несется на дома этих жителей. Подобная ситуация была в прошлом году на территории города, в районе безмятного проезда. Что говорит о системности недобросовестных подрядчиков, перевозчиков, которые вывозят эти отходы. Хотелось бы ваше мнение узнать о том, какое у вас видение о ситуации. Я считаю, что надо смотреть непосредственно на откуда берется эта шелуха, от источника производства этой шелухи. Это, конечно, маслоэкционный завод. И на самом деле в прошлом году мы столкнулись, это уже, наверное, даже я бы сказал, третья история. Первая у нас была еще в селе Матвеевка, где мы оперативно с Александром Викторовичем этот вопрос как-то пресекли. Но, тем не менее, туда тоже вывозилась часть этой шелухи. Мы помним, даже было небольшое возгорание на территории маслоэкционного завода, где они ее быстро локализовали. Потом, конечно, яркий пример, яркий, так сказать, пожар, к сожалению, который произошел на правительстве безымянным. Буквально неделю с лишним назад мы в суде обязали выплатить миллион рублей соответствующего арендодателя или пользователя этой территории, и он эту выплату будет делать. То, что сейчас происходит на территории рыбопитомника, сам лично выезжал, и вместе с прокурором выезжали на место. Это большое количество этой шелухи, оно растянулось, так называемое, вдоль оврага почти метров на 700, горит только с одной точки, работает в разной степени то две машины, то одна техника, для того, чтобы разобрать и разорвать так называемое постоянное тление. Мы подали все документы и Прородоохранную прокуратуру, и Министерство природных ресурсов, и сразу оперативно с ними связались с тем, чтобы были сделаны соответствующие выводы к данной организации. Там достаточно серьезно все запутано, кому кто передал, но тем не менее, это уже вопрос соответствующих природоохранных структур, которые, надеюсь, смогут найти настоящих источников, настоящие источники складирования, ну и призовут их к законной совести. Но, кроме всего прочего, еще раз хочу сказать, что разговаривал с директором завода, с тем, чтобы узнать, когда они все-таки начнут, так называемое, пилетирование или сжатие этой, так сказать, шелухи, которая в последующем идет, ну, как минимум, идет на дополнительное горение, и достаточно хорошую имеет стоимость на рынке, как это организовано у других предприятий, в том числе и на территории Балаковского муниципального района, и не приносит такого вот негатива, как сейчас мы это имеем. Складировать ее в том виде, в таком виде, конечно, нельзя, там остаточная влага, которая с течением времени набирает температурный режим и производит самовозгорание, как недосушенная, так сказать, сена или солома. Все то же самое. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы именно в самом источнике производства шелухи на маслоакционном заводе была организована, так сказать, уже дополнительная работа по ее досушке и уже компоновке.